Здоровье Здравствуйте Когда искала информацию на тему сегодняшней программы, нашла вот такое высказание Важные качества Профессия таракального хирурга предполагает такие качества, как ответственность, хороший интеллект, склонность к самообразованию, уверенность в своих силах Решительность хирурга не принесет пользы, если она не будет сочетаться с добрым и ответственным отношением к пациентам И также необходима склонность к работе руками, хорошая моторика, спокойное отношение к виду крови Но, как мне кажется, все это относится вообще к любому доктору и тем более к любому хирургу Почему вот это про таракальную хирургию пишут? Вы, наверное, читаете очень интересные статьи Да, я думаю, вы вряд ли читаете такие ресурсы То, что не только таракальный хирург, но, наверное, любой врач специальности, он должен еще, кроме вышеперечисленного, обладать высокой долей порядочности и умения работать в команде Потому что какой бы умный врач не был, какой бы он в специальности не был, один, к сожалению, или к радости нашего не сможет полностью оказать медицинскую помощь Особенно в наш век высоких технологий, когда требуется хорошее обследование, хорошая диагностика и, разумеется, высокотехнологичная операция Ну, сейчас разберемся, к сожалению, или к радости А в чем все-таки вот актуальность заболеваний органов грудной клетки, травмы органов грудной клетки на сегодняшний день? В грудной клетке сосредоточены действительно жизненно важные органы И именно они отвечают за основные функции жизнедеятельности И любое их повреждение или заболевание, которое может моментально привести к какой-то экстремальной ситуации Оно тут же ставит под угрозу жизнь потенциального пациента или пострадавшего И в связи с этим возникают именно те состояния, на которые нужна немедленная реакция Причем не просто реакция, а именно алгоритм действия, который отработан уже годами Неоднократно пересматривается и каждый год появляются какие-то новые нововведения В связи с этим те знания, которые есть в таракальной хирургии, они действительно распространяются на другие области медицины Точно так же, как мы постоянно действительно заимствуем что-то у наших коллег И наша профессия, она особенная действительно в том, что в ней уже изначально заложен С одной стороны универсализм, с другой стороны мультидисциплинарный подход Все это обусловливает важность заболеваний А распространенность заболеваний, таких как сердечные заболевания, заболевания дыхательных органов В развитых странах они постепенно выходят на первое место И когда-нибудь, как сказали наши коллеги из зарубежных стран Когда все заболевания научатся лечить с помощью таблеток А так будет? Давайте будем надеяться на это Все же уделом хирургии останется еще и травма Вот многие из вопросов, о которых вы сейчас говорили Обсуждались на второй всероссийской конференции по таракальной хирургии Она прошла здесь у нас в Самаре И многие из этих вопросов я, собственно, тоже хочу вам задать Но сначала посмотрим сюжет Происшествия с тяжелыми последствиями нередки на земле и на воде Для пострадавших серьезными травмами грудной клетки счет иногда идет на часы Очень важно быстро получить квалифицированную помощь Не так давно дежурство таракального хирурга было организовано только в Тольятти Сегодня есть специальная программа и четкое зонирование по районам Пациентов доставляют в ближайшие специализированные центры В больнице Середавина помощь оказывают 24 часа в сутки Единственная небольшая сложная проблема с теми пациентами Которые будут госпитализированы в лечебные учреждения по Самарской области Частные это сельские районы и малые города области, где нет таракальных отделений Но в этой ситуации у нас уже давно отлаженная система санавиации В Самарской области сегодня работают около 36 таракальных хирургов Наш головной медицинский вуз готовит специалистов для большинства регионов по Волжье Обучение проходит на базе ординатуры в течение двух лет Это специалист широкого хирургического профиля Ему необходимо знание и эндоскопической технологии Ему необходимо знание пульмонологии, анестезиологии, ренематологии Но это дорогого стоит В России сегодня сформировались несколько серьезных центров таракальной хирургии Самара входит в пятерку лучших Но по мнению специалистов, каждая школа грешит определенной самостейностью Нет единых стандартов, обязательных для всех регионов Очень остро назрел в медицине экстренной помощи и вопрос междисциплинарного взаимодействия Это была одна из основных тем конференции Ты один, а нас много, и мы все для тебя Именно так, по мнению главного таракального хирурга России, должен сегодня звучать медицинский лозунг страны У больного, как правило, болит не что-нибудь одно Даже у пациента с травмой Может быть травма руки, головы, позвоночника, груди, легкого сердца и так далее Это понятно Но и пациенты же разные Один молодой, здоровый, а другой уже пожилой человек С патологией сердца, с патологией легких Их надо лечить по-разному Вот почему мультидисциплинарность и персонифицированная медицина Лозунги архи-современные Сергей Юрьевич, мы с вами в сюжете уже начали разговор о том, что в последнее время значительно изменилась сама система оказания помощи Специализированной помощи таракального хирурга А все-таки вот в чем конкретно? И что это за программа, которая существует? Основное могу сказать, это связано с тем, что мы ставим на позицию, что чем раньше будет оказана специализированная помощь Тем шансы на выздоровление, тем более на качество жизни у пациента намного выше В связи с этим, проанализировав все те результаты лечения пациента за прошедшие годы На протяжении, наверное, последних 10 лет идет планомерная работа по изменению маршрутизации пациентов таракального профиля В чем она заключается? То есть на самом деле Пациент сейчас Если его позволять в состоянии, он сразу поступает в отделение, в больнице, где есть таракальный хирург Это приводит к тому, что пациенту сразу с момента поступления проводится осмотр специалиста Оказание медицинской помощи тоже под контролем специалиста, занимающий этой проблемой и этой патологией И разумеется, все дальнейшие этапы лечения, они, как говорится, проводятся или только таракальным хирургом, если это изолированные Какое-либо заболевание или травма, или мультидисциплинарный, как сказал Арман Сисакович Что это нам дало? Ну, во-первых, мы фактически избавились от этапа именно необоснованных госпитализаций То есть пациент, минуя общие хирургические и травматологические сационары, он сразу попадает в те учреждения, где сразу ему начинает оказываться помощь Это привело к тому, что сокращение пребывания больного, возможность оказания специализированной высокотехнологичной медицинской помощи Тоже приблизилась к пациенту И, разумеется, исходы стали намного лучше Дается это, могу сразу сказать, не очень просто Потому что все равно многие тенденции в медицине, которые заложены за долгие годы Но определенный консерватив в медицине, он всегда присутствует И изменить даже работу скорой медицинской помощи не всегда удается просто одним приказом Для этого должны мы получить и понимание, и, разумеется, результаты лечения Поэтому вот за все эти годы фактически мы достигли полного понимания со всеми нашими службами И на сегодня момент мы прекрасно понимаем, что с острой, подчеркиваю, экстренной патологией у нас в области проблем особых не существует У нас работает служба экстренной и плановой консультативной помощи санавиации У нас работают экстренные троакальные санары И для оказания помощи этой группе пациентов фактически сделано, ну, уже все на 90% Есть проблема с плановой помощью В чем она заключается? То есть мы должны сейчас ставить упор на выявление именно тех групп заболеваний, которые тоже подлежат хирургическому лечению Это онкология на ранних стадиях, это ранние формы туберкулеза, это общие троакальные заболевания Ну, в частности, там, бронхоэктотические болезни, бульозные, эмфизонокистозные, перерождение паразитарные повреждения легких И те пограничные заболевания, которые, в общем-то, тоже лечат троакальные хирурги В связи с этим, могу сказать, первым этапом, которым мы шагнули именно в оказании, условно говоря, плановой помощи Это реорганизация работы областной полемологической комиссии Это та комиссия, где за одним столом сидят, вот как мы с вами, только тут сидят еще и фтизиатры, онкологи, рентгенологи, пульмонологи, троакальные хирурги Которые имеют возможность одномоментно и сразу оценить состояние больного, наметить план обследования И они обладают полномочиями госпитализировать пациентов в профильное отделение Роман Сисакович, я от главного троакального хирурга Минздрава России слышала очень много лесных отзывов в адрес троакальной хирургии Самарской области Ваш личный адрес тоже, но тем не менее, вот вы как человек, который непосредственно руками выполняет свою профессию Что стоит у операционного стола, вот все ли инновационные технологии последние доступны в вашей, например, клинической больнице И насколько, на ваш взгляд, продвигается развитие вашего конкретного подразделения? Тот уровень, на который мы вышли на сегодняшний день, в принципе, соответствует большинству отечественных, мировых, европейских стандартов Лечения пациентов с заболеваниями и с травмой грудной клетки Дело в том, что в отличие, ну поскольку мы говорим о троакальной хирургии сегодня, я позволю немножко себе и вот рассказать об отличиях нашей профессии В отличие от других, может быть, дисциплин, хирургических даже, в троакальной хирургии идет планомерное, одновременное развитие основ традиционной хирургии Основ торкоскопической хирургии, эндоскопической И, естественно, инновационные технологии шагают также в унисон с вышеперечисленными стандартами Поэтому на сегодняшний день те хирурги, которые работают в нашем отделении, они имеют полный диапазон возможностей и развития классических основ хирургии Есть вся необходимая база для высокотехнологичных операций Это торакоскопические операции, так называемые операции, которые сопровождаются наименьшей травматичностью для пациента Это операции, которые производятся при самых сложных врожденных, приобретенных состояниях, при травмах грудной клетки Сложная реконструктивно-восстановительная операция на костном каркасе, включая как раз-таки и операции при травме, восстановление реберного каркаса, грудины И на сегодняшний день около 80-85% всех оперативных вмешательств в нашем отделении проводятся с использованием действительно высокотехнологичных ресурсов нашей медицины Когда-то лечением всех органов грудной клетки занимался один специалист Со временем оттуда вышла сосудистая хирургия, фтизиатрия, наверное, онкология и так далее Это вообще... А сейчас мы говорим о том, что должна быть мультидисциплинарная работа То есть я не понимаю, что возле одного хирургического стола должен стоять сосудистый хирург-онколог, фтизиатр, таракальный хирург Если человек обратился к хирургу или к любому другому врачу, и у него есть что-либо, которое находится в грудной клетке И с этим он не должен ходить, на мой взгляд, по многим лечебным учреждениям и искать себе врача Который занимается лечением одной части одного легкого, второй занимается одной части другого легкого Третий каким-то кусочком пищевода или кусочком трахеи, бронхи и так далее, и так далее Хирург, если он берет на себя ответственность, он оперирует пациента То есть он должен обладать всеми навыками, позволяющими сделать оперативное вмешательство В соответствии с мировыми стандартами в качестве любого заболевания, которое он там найдет Независимо от того, что там будет, онкология, туберкулез, врожденная патология или еще что-либо И та тенденция, которая в свое время сформирована и была в том числе и в Советском Союзе Что нужно разделять вот это вот направление по разным, именно в зависимости от заболеваний, так называемой нозеологии То есть на сегодня момент она теряет свою актуальность И нужно немножко уже пересматривать очень многие позиции И в том числе в позиции как бы оказания органного, именно вот как бы принципа оказания медицинской помощи Когда мы говорим о мультидисциплинарном подходе, никто не говорит о том, что нужно исключать из процесса оказания пациента Врачей, онкологов, тезиатров, травматологов, сосудистых хирургов Они все должны принимать участие, оказывать помощь Все вместе рядом работать, я почему говорю о командной работе Все вместе именно делать те подвиги, спасающие жизнь пациенту Потому что когда включаются разные специальности, мы имеем возможность оказать намного шире спектр И повысить во многом качество Сейчас ведь вопрос стоит о том, что аппарат искусственного кровообращения и треокальный хирург Имеет это отношение или нет? Всегда считал, что это, например, занимается только кардиохирургия Онкология и аппараты искусственного кровообращения Но мы сейчас видим то, что с использованием тех высоких технологий из других специальностей Мы имеем возможность оказать радикальную помощь в больнице с онкологией, например Ну а если все-таки до конца не ясен диагноз пациента Что в этой ситуации, как оказывается экстренная помощь такому больному? Здесь, понимаете, на сегодняшний день мы зачастую двигаемся методом от обратного Имея в арсенале больницы весь перечень современных диагностических оборудований Зачастую сначала пациент направляется на это обследование А уже потом начинается интерпретация данных Забывая о классическом клиническом физикальном обследовании Но в экстренных ситуациях, а я подчеркну даже в экстремальных ситуациях На первую позицию выходят именно те основы обследования больного Которые у нас учили с АЗОВ в университете И здесь только правильное сочетание и выводы, которые мы можем сделать Как с обследования, которые мы увидели глазами, руками, ушами И теми данными инструментальными обследованиями И наложения друг на друга только даст нам очевидную картину происходящего Но процесс, который ограничен небольшим временем А экстренный больной это всегда Самый главный фактор это время, которое ограничивает все наши возможные действия Длительный мыслительный процесс И здесь мы должны действовать четко, согласно алгоритмам Согласно тем знаниям, которые есть Согласно тем протоколам обследования, которые существуют в больнице, в области, в федерации Поэтому залог хорошего обследования Это, конечно, грамотность врача и умение манипулировать теми ресурсами Которые ему предоставляет здравоохранение Стремление выполнить полное обследование пациенту Используя все технологические ресурсы Может привести к ущербу в оказании лечебных действий Это все у экстренного больного должно идти параллельно Роман Исакович, вот Вас, как заведующего отделением Что больше всего в настоящий момент беспокоит в связи с организацией экстренной помощи в таракальной хирургии? В хирургии, ну так же, как и в жизни, да Мы должны четко расставлять приоритеты Что должно быть выполнено сначала Что может быть во вторую очередь Что можно запланировать на какой-то отсроченный период Так же делятся классификации операций Экстренные, неотложные, плановые операции И здесь хирургия откладывает свой отпечаток на нашу жизнь На формирование наших характеров Именно вот с этой хорошей точки зрения Поэтому все, что есть, это все так или иначе проблема Любой пациент, это проблема Но проблема не в плохом понимании этого слова Как что-то ненужное, от которого хочется побыстрее отвязаться Напротив, как задача Задача, задача, которую нам поручили решить Наше государство, наше образование Ну и наши внутренние жизненные принципы Мы вот рассказали нашим зрителям о том, что прошла конференция Но зрители, естественно, должны задать вопрос Ну а, собственно, а нам-то от этого что? Договорились ли вы до чего-то? Приняты ли какие-то решения? Они к чему-то пришли, чтобы вот что-то изменилось в нашей жизни, жизни населения? Российская Федерация, надеюсь, тоже что-то изменится Если появится еще одна площадка, где смогут принимать участие Показывать свой мастер-класс хирурги высокого уровня России На самом деле лучшие хирурги И в том числе меняться мнениями И принимать какие-либо выводы, там, заключения Строить планы и их реализовывать И то, что показывают и приезжают самые лучшие хирурги Для нас это тоже то, что мы имеем возможность Показать, что в нашей области, как обстоят дела Поскольку их взгляд на нашу работу Он во многом более критичен, чем мы смотрим сами на себя И это дает нам возможность, толчок, что-то изменить Что-то внести и еще что-то, наверное, улучшить В этом году основные проблемы, которые были затронены Они были посвящены все-таки повреждениям и неотложной помощи Экстренным тракальным больным, больным травматологического профиля И в этом году мы попробуем соединить в себе ранее несовместимые понятия То есть инновационные технологии в тракальной хирургии Инновационные технологии в травматологии Инновационные технологии в ансоциологии и реанимации Потому что на текущий момент без смычки этих специальностей Говорить о продвижении вперед практически невозможно И мы прекрасно понимаем, что по всем данным Если прогноз ставит, что в 2020 году, это буквально рядышком Неспецифические заболевания, неинфекционные природы легких Они выявят на второе место посердечно-сосудистых заболеваний То это очень гигантский пул больных, который будет требовать Оказание медицинской помощи Это связано со многими причинами В том числе и постоянное употребление бытовой химии Которая у нас в быту И мы хотим быть готовы к оказанию помощи данным пациентам Начиная от первичного звена, заканчивая трансплантацией легких И в том числе мы хотим абсолютно не терять Лидирующих позиций в России По оказанию помощи с травмой груди Ведь то, что мы сейчас имеем То, что мы наработали Это единственное, наверное, учреждение Областная больница, где производится Самый современный остеосинтез При множественных переломах ребер Флотирующих переломах ребер Восстановление каркасности грудной клетки То есть фактически наша область обладает уникальным потенциалом Именно в плане оказания помощи с тяжелой тракальной травмой Через этим могу сказать, что Это не только вот такой узкий спектр Поскольку могу сразу сказать, что Таракальная служба Самарской области Она представлена довольно сильными и мощными учреждениями С большими традициями оказания помощи И тракальными хирургами Мы должны, конечно, вспомнить и клиники Самарского госметуниверситета И начиная от профессора Либа Очень известного человека в стране Георгия Львовича Ратнера Который является основоположником хирургии в Самарской области И традиции, которые там заложены Мы все считаемся учениками его И нельзя не отместить большой вклад И городской больнице, но опять город Тольятти И Мелескино Который тоже самое зародил те основы Которые дают нам возможность сегодня говорить о том Что в Самарской области существует хорошая, серьезная школа тракальной хирургии Которая требует уже выхода не только на межрегиональный уровень Но и, скажем так, на российский И сейчас все делается для того, чтобы Мы говорили это не только на словах, но и доказывали на деле Поэтому все мастер-классы, которые проводили в интегрированных операционных И давали демонстрацию именно мастерства хирургического Именно российских хирургов И еще раз хочу подчеркнуть, то наша задача и моя вот личная Она стоит в том, чтобы люди, хирурги Лучшие хирурги России Они могли сюда спокойно приезжать и показывать свой класс Во многом он превосходит то, что нам пытаются навязать иностранцы Пусть они выступают в других областях, регионах, местах Но мне очень хочется сказать, что наш город, город на Волге Красивейший город Вот он именно стал тем любимым местом для, в том числе, не только для маститых хирургов Но и для молодых Для того, чтобы они сюда приезжали, показывали себя И потом говорили, что да, мы впервые начали свой путь Большой путь в хирургии, в Самаре Мы имеем большую поддержку в Министерстве здравоохранения Самарского Мы имеем поддержку Губернской думы, Комитета здравоохранения, Самарского госметуниверситета Поэтому для того, чтобы развивать и именно показывать, что мы на самом деле двигаемся в шаг со всей страны У нас все есть Мне кажется, мои дальнейшие вопросы только испортят вот эту вот хорошую точку Очень грамотную, которую вы поставили в конце разговора Разговор был сегодня достаточно серьезный у нас Спасибо большое за то, что вы нашли возможность принять участие в программе Ну, будем завершать Итак, недуги органов грудной клетки можно смело доверить таракальному хирургу Но лучше все-таки думайте о себе И берегите себя Ибо, как говорил мастер афоризмов Эриан Шульц Здоровье не заразно До свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!